СПОНСОР ПРОГРАММЫ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5 977 Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шелев. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве, точнее, о киноискусстве. Сегодня мы будем говорить о фестивале «Молодой киновек», в данном случае, 2017. А гость нашей сегодняшней программы – молодой режиссер, не побудете этого слова, я имею в виду режиссер, Алексей Письмаркин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Итак, вы стали обладателем гран-при фестиваля «Молодой киновек» 2017. Это не первый для вас фестиваль, я имею в виду «Молодой киновек». Чем в этом году, ну, кроме того, что вы заработали гран-при, для вас отличался фестиваль от предыдущих? В двух-трех вы участвовали? В прошлых годах. Да, в прошлых годах. В двух номинациях. В двух. Чем этот фестиваль отличался от того, что вы уже видели? На самом деле, для меня этот фестиваль отличался тем, что я смог посмотреть свой фильм, наконец-то, на большом экране. Помимо этого, очень понравилась организация, как, в принципе, и до этого. Все очень интересно, сжато, общение с мэтрами кубанского кинематографа, если так можно назвать. Я думаю, можно. Ну, я видел состав жюри. Да, очень именитые люди. А насколько это, кстати, отличается ощущение того, что ты смотришь, ну, там, не знаю, на экране монитора, когда монтируешь, да, или там, когда уже готовый фильм, или там смотришь на большом телевизоре. Сейчас, слава богу, телевизор это есть огромный. От того, что ты видишь на большом экране, тем более, что это был большой кинотеатр, это был большой экран, на котором показывают большие, в том числе и голливудские фильмы. Есть разница, ощущение? Есть разница, огромная разница. И самая большая разница в том, что большой экран ошибок не прощает. Я много увидел того, чего не видел на экране компьютера, телевизора, на котором отсматривали материал. Именно в кинотеатре раскрылся наш звук, потому что мы с моим другом сидели целую неделю на студии звукозаписи и пытались сделать очень интересное звучание. Делали все интершумы и так далее, объем. И на компьютере, на телевизоре этот звук съедался. Именно в кинотеатре этот звук стал объемным, интересным и таким, каким должен быть. Появились те самые звучки, которые мы добавляли. Фетер, птички. В общем, все детали были слышны очень здорово. Насколько была большая конкуренция в этом году? Опять же, если сравнивать это с тем, что вы уже видели в прошлом, в позапрошлом году. И если что-то удалось посмотреть из того, что представляли другие конкурсанты, может быть, что-то понравилось. Может быть, вы с кем-то, я не знаю, начали общение, и это дальше может вылиться во что-то другое. На самом деле, каждый год туда попадают очень интересные работы. В прошлом году был победитель, у него была интересная работа, по-моему, называется «Индустриальные отголоски» про завод имени Седина. Небольшая зарисовка, но очень интересная. В этом году, к сожалению, я не мог увидеть всех работ, потому что показывали только одну Гран-при. Но, тем не менее, я думаю, что, как и в прошлых годах, конкуренция была очень большая. Хорошо, давайте посмотрим. Не весь фильм, конечно, 20 минут, по-моему, идет. Но есть, в том числе, у вас на страничке трейлер к этому фильму. Давайте его посмотрим, потом вернемся к нашему разговору. Прошу. Граница – это есть наше создание. Но, с другой стороны, мы всегда можем отлететь от того, что мы получили уже на основании связи с этим миром, и пофантазировать. И в этом плане Вселенная, наше представление, не имеет никакого лица. Совершенно понятно. Я не знаю, как в других странах, в нашей стране это совершенно понятно. Каждый разбирается в футболе, в телевидении, как минимум, в кинематографе, да, и в воспитании детей. Что говорят люди, не связанные с вашей профессией, не связанные с телевидением, не связанные с кино, в том числе и документальным? Как они реагируют на ваш фильм? Может быть, родные, близкие? Ну, достаточно положительно, скажем так, если можно выразиться. Фильм понравился многим тем, что он является не научно-популярным, как многие думают, а философским. Потому что в нем есть некоторые мысли, которые близки очень многим в данный момент. Я готовился к программе, я все посмотрел. Примерно такие же мысли у меня, да, возникали. Вот, и очень меня удивило то, что герои моего фильма, они удивились тому, что фильм получился именно таким. Они ожидали научно-популярное кино с конкретными темами и так далее. Я же попытался сделать что-то другое, потому что я пересмотрел все фильмы, которые делались об этом месте, и я не хотел повторять их. А насколько вот реакция, скажем так, людей, о которых мы сейчас говорили, я имею в виду не связанных профессионально с работой в кино или на телевидении, отличалась от тех же самых мэтров, как вы сказали, кино здесь, на Кубани, от тех людей, которые являются профессиональными критиками или профессиональными режиссерами? Пока что у меня не было возможности услышать их мнение, вот, но я надеюсь, что у меня получится в ближайшее время, потому что фильм я послал на еще одни фестивали в Москве, в Питере. Надеюсь, что я куда-нибудь пройду тоже. А вообще, насколько для молодого режиссера, такого молодого режиссера, как вы, который еще только, наверное, ищет свой путь в профессии, насколько важно участие вот в таких фестивалях? Да, в какой-то степени наш фестиваль «Молодой киновек» — это такой провинциальный фестиваль, но у него есть тоже своя прелесть. Та же самая Москва, тот же самый Питер, есть фестивали международные. Насколько важно участвовать вот в таких фестивалях? На самом деле очень важно, потому что фильм может так и пролежать на полке, остаться в рамках Краснодарского края, но гораздо интереснее, чтобы его видели в более широком пространстве и высказали свое мнение. Мне это очень ценно, то есть мне очень важно услышать критику по отношению к моему фильму. Что не так, что так, потому что это позволяет мне, как режиссеру, развиваться. То есть я планирую следующий фильм снимать про астрономию, мне важно учесть ошибки моего нынешнего фильма. А дальше что? Опять же, на ваш взгляд, существует такой вариант, что очень важно иметь вот такой региональный кинематограф, который, с одной стороны, ближе к тому, что существует здесь на Земле, и мы знаем достаточно большое количество людей, которые не уезжают в Москву, в Питер или куда-то в другое место, сформировали себя как действительно очень известного, или там, можно даже сказать, популярного режиссера. Или только Москва, и только Питер, вот здесь это первые шаги, а дальше вот туда, в столице, и творить что-то там. Я бы не говорил так категорично, на самом деле творить можно везде. Главное найти интересную тему, разобраться в ней и снять в ней кино. Но есть очень много хороших примеров и на Кубани, и за границей, где люди из маленьких городов, не выезжая, делали просто такие интересные вещи, о которых мы, может быть, даже не слышали. Почему именно эта тема? Я имею в виду, почему это Карачаево-Черкесия, вы снимали там, с учетом того, что вы житель Краснодара, насколько я знаю, по крайней мере, вас представляют как краснодарского режиссера. Откуда эта тема взялась? И опять же, почему такой философский подход был выбран? На самом деле я очень долго не мог найти тему. Это мой дипломный фильм для своего диплома. И так получилось случайно, что моя мама поехала на экскурсию, на этот телескоп, привезла мне брошюру, буклет. Я ее прочитал, у меня стали сразу в голове придумываться какие-то образы интересные. Я решил, что стоит попробовать договориться, чтобы поснимать в этом месте. И получилось так, что получился вот такой вот фильм. Почему именно философский подтекст? Потому что, как мне показалось, все данные, которые мы знаем об этих телескопах, их можно прочитать в интернете. Все те открытия, которые делают эти ученые, о них тоже можно прочитать статьи в интернете. Гораздо важнее сейчас сказать человечеству, что мы зашли в тупик, и нам стоит искать другие пути для развития. Но здесь я... Давайте сделаем небольшую такую ремарку, потому что вот в трейлере, который мы видели, этого не было, да, в фильме это прослеживается о том, что мы зашли в тупик в поиске других цивилизаций. И что те способы, которые мы сейчас используем для этого поиска, может быть тупиковые и к результату никакому не приведут. А вот эта мысль родилась у вас до того, как вы начали снимать фильм? Или уже в процессе того, как все это произошло? Эта мысль у меня родилась, скажем так, до. А в процессе она подтвердилась, потому что при общении с Григорием Меревичем Бескиным, который занимается как раз-таки изучением внеземных цивилизаций, у нас произошел диалог, в котором, грубо говоря, эта тема и раскрылась. Ну вот, опять же, просматривая ваш фильм, я обратил внимание, что, ну, во-первых, люди достаточно взрослые, все те, кто давал вам интервью в процессе съемок этого фильма. Во-вторых, место довольно ведь уединенное. Я не думаю, что там огромное количество людей, или тех же туристов, которые приходят и общаются с этими людьми. То есть люди, да, контактные, люди очень хорошо говорят, очень интересно говорят, но тем не менее я чувствую, что они вращаются в какой-то такой своей атмосфере, да, и посторонних людей не очень сильно пускают к себе. Насколько тяжело было найти вот этот вот общий язык? Насколько люди, которые давали вам интервью, как бы это правильно сказать, ну, были что ли податливыми актерами? Потому что несколько постановочных сцен я там увидел. На самом деле не было ни одной постановочной сцены. Да? Ну, мне показалось, что вот... Просто люди вели себя таким образом. Для того, чтобы с ними хорошо познакомиться, и для того, чтобы они раскрылись при съемках фильма, мне пришлось, грубо говоря, полгода приезжать к ним, и общаться, знакомиться, дружить и так далее. То есть в основном в фильм вошли и те интервью, которые были сняты уже после знакомства, и длительного знакомства. Фильм снимался на протяжении, наверное, года. Снимался он не только в Карачаево-Черкесии, там есть кусочки из Питера. Да, есть там файл из Питера, да. И интервью с одним ученым из Питера тоже. Вот. И приходилось достаточно много времени, сил тратить, ожидать этих людей на интервью. Они никогда не приходили вовремя. Вот. Опаздывали. Но, тем не менее, все случилось. Все случилось так, как надо, видимо. В этом месте, если позволите, сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу, потом вернемся к нашим разговорам. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о победителе фестиваля «Молодой киновек». Мы говорим о режиссере Алексея Письмаркине, и мы говорим о его фильме, который как раз в этом конкурсе и выиграл. Алексей, ну вот я посмотрел еще какое-то видео, которое выложено у вас на вашей странице в интернете, и мне показалось, что там некоторые приемы, которые вы используете в разных своих материалах, они так из одного видео перекочевывают в другой. Прямо, знаете, такие куски я большие достаточно видел, вот такие, снятые примерно одинаково. Вы уже для себя как-то определили какой-то стиль? У вас уже есть какая-то своя философия при съемках фильмов? Или это пока происходит подсознательно, и вы это еще словесно никак не обозначили? Нет, на самом деле я тоже прослеживаю, что у меня на протяжении всех моих работ есть определенный стиль, определенная подача, концепция, общение с героем или с героями. Пока что это происходило бессознательно до того, как я не снял свой крайний фильм. Дипломную работу. Да, где я уже делал это осознанно, скажем так. Сейчас же при работе над следующей своей работой я уже буду стараться делать как-то в другом стиле, пробовать искать себя, потому что кино — это поиски. И я не могу сказать, что я нашел себя именно в этом стиле, в такой подаче. Опять же, просматривайте материалы, которые выложены. Это сугубо личное мое мнение, но я уже говорил, да, мы же забираемся в футболе, в кинематографе, в телевидении. Это сугубо мое личное мнение. Мне показалось, что вот работать с непрофессиональными актерами, да, или там работать, когда нет постановочных съемок, когда все происходит здесь и сейчас вживую, ну, если хотите подсматривать, вам несколько легче и приятнее, нежели делать какие-то постановочные вещи. Это действительно так? Или это мне просто показалось, и ваши внутренние ощущения, они выглядят совсем по-другому? На самом деле это действительно так. Мне это удается проще, однако, тем не менее, все равно я пытаюсь снимать некоторые художественные ролики и фильмы, которые у меня до сих пор находятся в разработке. Вот. Могу сказать, что художественное кино гораздо сложнее для меня, опять же. Вот. Но интереснее. Почему именно эту профессию? Вы решили выбрать, я имею в виду, профессию режиссера, с одной стороны. С другой стороны, почему именно вообще телевидение, да? А, допустим, не театр, или там, не знаю, режиссер массовых каких-то представлений, тем более это сейчас достаточно модно. На самом деле произошло это не случайно. То есть еще в школьное время я руководил своим классом. Они были у меня и актерами, и, если нужно, там сценаристами, декораторами, костюмерами. И так получилось, что в девятом классе, по-моему, мы вот вместе с моей командой, с классом, сняли первый фильм, который занял первое место на международном конкурсе. Это был такой очень плохой фильм по Шерлоку Холмсу. Но, тем не менее... Постановочный. Постановочный, да, художественный. То, что мы выяснили вам сейчас как-то намного сложнее. Намного сложнее, да. Нежели документальность. Нежели документалистика, да. Вот. И все пошло со школы. И после окончания я решил продолжать развиваться в этой теме, потому что кино меня всегда привлекало. Это интересная форма выражения своих чувств, переживаний. И очень интересная профессия, которая позволяет путешествовать по миру и общаться с интересными людьми. А что дальше? Ну, вот здесь совершенно понятно, да. То, что было, грубо говоря, до, как вы говорите, крайнего фильма, в фильмах, хотя мне не очень нравится это выражение, но, тем не менее, это была, ну, это была учеба, да. Это было в какой-то степени, наверное, какое-то увлечение. И тогда еще, ну, наверняка, такой молодой человек, как вы, мог себе позволить, да, не думать о том, что у меня будет дальше, а пока не хватает тех денег, которые дают родители, да. Ну, или там, может быть, какие-то временные заработки. А дальше ведь наступает взрослая жизнь. И дальше, и тот самый гран-при, который есть в фестивале «Молодой киновек», это тоже накладывает определенную ответственность. Что будет дальше? Вы уже задумывались? И о том, какие будут фильмы, где вы будете работать, да, что мне нравится, что мне не нравится? Или пока еще эйфория от победы, и задумываться не хочется? Не, на самом деле я уже думал об этом давно, начиная примерно со второго-третьего курса. То есть я понимал, что после окончания вуза будет, и чем я буду заниматься. В принципе, это я и делаю. То есть продолжаю заниматься съемкой фильмов, разработкой их. Пытаюсь искать спонсоров на съемку этого кино и так далее. Летом планирую следующий свой фильм, тоже связанный с астрономией. Я хочу закрепить эту тему. И вот в данный момент занимаюсь тем, что подготавливаю все синопсисы, тизеры и так далее, чтобы попытаться найти деньги на съемку этого фильма. Если позволите, я вернусь все-таки к фестивалям вообще, в данном случае к фестивалю «Молодой киновек». А стоит ли бояться участвовать в таких фестивалях? Тем более, что вы говорите. У меня была победа с очень плохим фильмом, школьным в международном конкурсе. Да, может быть, хватило наглости, вы решились отправить, а кто-то думает, что а смысл, а я все равно не выиграю и так далее. Вот как преодолеть себя? И вообще стоит ли принимать участие в таких конкурсах? Что это дает? То это определенно. Главное не бояться вообще. Если вы решили заниматься этой профессией, то страх — это самое главное, что может вас отпугнуть от всего, что может быть. То есть от съемок, от выкладывания фильма в сеть или посылания его на конкурс. Самое важное — не бояться. Если работа плохая, но тем не менее в ней есть какое-то зерно, идея, то это может быть высоко оценено в жюри. Потому что главное, что ценится, — это идея. То есть сейчас красиво, хорошо снять могут многие. Но вот найти интересную тему, найти интересную идею — это ценно. И даже если фильм получился не очень красивым, как думает автор, то стоит его все равно послать. Возможно, он найдет отклик среди жюри или масс. А если бы не было киновека, если бы не было в вашей жизни вот этого конкурса, отправили бы вы свои работы, ну, я не знаю, в ту же Москву и Питер, вы сказали, что сделали это после конкурса, после того, как завоевали гран-при. Наверное, было бы сложно, потому что молодой киновек дал некий толчок, который дал некоторую уверенность. И я подумал, а почему бы не пойти дальше? То есть если бы не было киновека? Я бы, наверное, долго думал. Долго думал, и, возможно, бы пришел к этому, а, возможно, бы нет. Я не знаю, как бы развивались события. Тогда, опять же, если позволите, вернемся к молодому киновеку. Почему вы решились отправить именно сюда? Потому что он здесь, в Краснодаре, потому что, допустим, вы знали и знаете того же самого Григория Григорьевича Гиберта, который является соучредителем этого фестиваля, я так понимаю, по совместительству с вашим педагогом. И это было проще. Я к тому, что ведь на самом деле, да, казалось бы, провинциальный кинофестиваль, но при этом география огромная, количество участников огромное, приезжают участники из-за рубежа, в том числе, да, и не только с ближнего. То есть фестиваль достаточно масштабный. Что побегло вас принять участие здесь? Близость и знакомство? Нет, ни в коем случае, наверное. Нет, я не говорю сейчас о том, что там кто-то, кто-то там как-то к вам особенно относился. Я не об этом сейчас. Ну, наверное, в первую очередь, потому что это единственный кинофестиваль в нашем городе. И я участвую там, насколько вы знаете, не первый раз. И мне было очень интересно послать туда свой фильм, чтобы, опять же, показать его жюри и в случае победы показать его аудитории в кинотеатре. То есть первым делом, когда я подумал о том, что фильм стоит послать на какой-нибудь конкурс, я подумал о молодом киновеке в первую очередь. Вот как-то так. Наверное, потому что, да, все-таки он проходит в Краснодаре и близко находится. Вы говорили о том, что, да, самое главное — это идея. Да, может быть, можно за счет хорошей идеи так или иначе нивелировать какие-то огрехи в картинке, в звуке и так далее. Но при этом, когда я смотрел ваш фильм, вашу дипломную работу, то там достаточно объемные титры были в конце этого материала. Насколько важно иметь рядом с собой хорошую команду и насколько, скажем так, нет, сейчас по-другому сформулирую, насколько велика доля команды в том гран-при, которую вы выиграли на фестивале «Молодой киновек». Я могу сказать, что большая часть Победы принадлежит им, потому что без своей команды, без тех людей, на которых я мог положиться при съемках фильма, у меня бы, наверное, не получилось такой работы с хорошим звуком, с хорошей картинкой и так далее. Я собрал этих ребят, я их заставил поехать очень далеко от города и работать в сложных условиях, в снегах, в горах, в дождь, в слякоть. Но, тем не менее, они были готовы к этому. Благодаря им у меня получилась вот такая работа. Наверняка вы с ними общались, они не пожалели, что появились на эту авантюру? Нет, они ни в коем случае не пожалели. Я их заразил своей идеей, и они были согласны на что угодно ради того, чтобы фильм получился. Ну что ж, спасибо большое, Алексей, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о кинематографе, мы сегодня говорили о фестивале «Молодой киновек», мы сегодня говорили о фильме «Победители» этого фестиваля. А гостем нашей сегодняшней программы был режиссер Алексей Письмаркин. Еще раз большое спасибо. Поздравляю вас с победой, ну и с наступающими праздниками. И желаю вам дальнейших побед, тем более, что мы выяснили, вы отправили свой фильм как минимум на два конкурса. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.